Каждый, кто смотрит сериалы, знает, когда выходят новые серии любимого сериала «Нам не до сна» и тем более не до готовки еды. Было. Раньше. Сейчас-то проще, смотрю сериалы на amediateka.ru, а за это KFC кормит меня завтраком. Крутая тема, запомните! Даже ссылку запилил ниже, потому что длится до 22 августа. Теперь моя совесть чиста, и от топа ни один сериал-оман не пострадает. Неспокойной вам ночки! Экстра Бау, вы смотрите самый народный топ в мире, топ-5 Дай-5, и веду его я, ваш любимый видеоблогер. Ну ладно, твой нелюбимый, но его любимый, например, или его, поэтому так, в принципе, ваш любимый видеоблогер Ли Кей. Первая часть топ-5 сериалов набрала более миллиона просмотров, и по нашей давней и уютной традиции, это означает, что мы будем сейчас снимать, а вы сейчас будете видеть, вторую часть топ-5 сериалов. И на этот раз без таких сериалов, как Шерлок, Теория Большого Взрыва, Доктор Хаос, Супер Натуралы, Супер Нейчурал, Супер Нейчурал, и Во все тяжкие. Эти 5 сериалов были в первой части топа. А что же за сериалы выбрали наши зрители в этот раз? И, кстати, выбирают они в нашей группе во Вконтакте, вот она, Дай-5 Топ. Сейчас человек проедет, мы будем дальше снимать. Это выбираем не мы, не я, не Костик, никто, это выбирают наши зрители. Мы узнаем прямо сейчас. Взволнованы, да? Мы тоже поехали! Let's go! На пятом месте вы расположили сериал 2004 года, который дал название одному известному сайту озвучек. И также с него пошел вот этот весь современный хайп на сериалы Lost. Место номер 5 Lost, или как его перевели в русскоязычной озвучке «Остаться в живых», вышел в 2004 году и произвел огромный хайп. Сюжет крутится вокруг выживших в падении самолета, который разбился прямо над мистическим островом посреди океана. Выжившие понимают, что остров не так прост, что все они связаны, а с каждой серией дается все больше и больше загадок, которые закручивают сюжет в такую спираль, что раскрыть ее не удалось и под конец сериала. Но что если все, что происходит здесь, имеет свою причину? Пилотный эпизод был и раскритикован, как самый дорогой пилотный эпизод на экранах, но и был награжден Эмми за режиссуру, как лучшая драма 2004 года среди сериалов. Масса перекликающихся флешбеков и флешфорвардов, другие непонятные станции и концовка, которую якобы сняли одновременно с пилотным выпуском. Примерно из этого и состоит Lost. Сериал «Нашумевший» в свое время закончился шестым сезоном, в 2010 году собрав на финальную серию 13 миллионов американских зрителей в течение всех двух с половиной часов. Достойное пятое место. Культовый британский научно-популярный сериал, который транслируется уже с 1963 года. Я уверен, никто из вас даже не родился, и даже такой динозавр, как я, еще не родился тогда. Кто же это? Кто? Это сериал «Доктор Кто». Место номер 4. «Доктор Кто» — это самый продолжительный сериал в мире, важная часть массовой культуры и, наверное, единственный сериал, который способен пережить смерть всех главных актеров. Я не слышу тебя, доктор! Что это за пение? «Рождественская песня». Что? «Рождественская песня». Что? «Рождественская песня». Сериал повествует о «Докторе» последнем из своей расы. Путешественники во времени и пространстве между мирами и планетами на Тардис. Корабле, который в случае этого владельца застрял в виде телефонной будки 60-х годов. Первое правило умирания — не умри. Второе — не спеши. Ключевой момент в сериале — это то, что главный герой может менять свое обличие. Неизвестно, было ли это придумано сразу для того, чтобы делать сериал вечно, или же пришло в течение съемок. Но на данный момент, с 1963 года, главный герой менялся 12 раз, чем и знаменитая его раса «Повелители времени». Вы что, садовники? Ненавижу садоводство. У «Доктора» множество врагов и друзей. Среди врагов, кстати, знаменита раса «Даликов», которая вместе с будкой является одним из ключевых элементов, узнаваемых как фанатами, так и теми, кто лишь отдаленно знаком с историей. На данный момент «Доктора» играет Питер Капальди, и на этом посту он аж с 2013 года. Никто не знает, когда сменят его, но это может произойти в любом сезоне. Кинематографический разворот. Короче, на третьем месте у нас сериал о очень быстром персонаже DC Comics. Это спин-офф «Стрелы» «Флэш». Место номер 3. Телевизионная вселенная DC Comics не сильно уступает кинематографической вселенной Марвел, если считать хронометраж. Ведь после нескольких сезонов «Стрелы» спин-оффы начались сцепаться, как из рога изобилия. Первым из таких сериалов стал «Флэш». Сериал о супербыстром судмедэксперте Барри Аллене. Что со мной происходит? Канонично Барри Аллен не был первым флэшем, но сериалы не должны быть сильно каноничными, тем более, что Джей Гаррек в сериале тоже есть. Сам главный герой появлялся еще во втором сезоне «Стрелы», но свой сериал получил несколько позже, в 2014 году. Первый сезон наделал много шума, несмотря на то, что в этом же году вышел «Готэм», от которого ожидали куда большего, чем от «Флэша». Тем не менее, рейтинги этого не особо известного супергероя взлетели вверх, а актер, исполнивший молниеносного героя, так понравился зрителям, что голосование о введении его в киновселенную до сих пор гуляет по интернету. Каждую серию «Флэш» спасает свой город от суперзлодеев, появившихся одновременно с его суперспособностями. Во время взрыва ускоречили частиц. Дружище, ты выбрал неудачный день. «Флэша» смотреть без «Стрелы» несколько сложно, так как некоторые серии в обоих сериалах являются сдвоенными, и серия «Стрелы» продолжает «Флэшевскую» и наоборот. Также «Флэш» появился в прошлогоднем сериале о «Супергерл», однако лишь попадя якобы в другую вселенную. Общий итог, если у вас есть много свободного времени и вы нормально относитесь к супергероям, «Флэш» вам явно понравится. В другом случае, этот сериал не для вас. Сериал, который наводит очень много шума вокруг себя. В прошлом году он обзавелся спин-оффом, и вообще это очень классный сериал. «Ходячие мертвецы» на втором месте. Место номер 2. «Ходячие мертвецы» — телесериал 2010 года, основанный на популярном комиксе от Image Comics. Сюжет рассказывает о зомби-апокалипсисе и полицейском, который приходит в себя во время него в больнице. Рик Граймс, именно так зовут полицейского, отправляется в путь на поиск своей жены и сына. В то время его жена с сыном Карлом, да-да, тем мальчиком с мемов про Карла, выживает с группой людей. Конечно же, Рик находит их и сперва становится негласным, а затем и полноправным лидером общины. Община выживает, теряя одних людей и приобретая других. Из каждой серии или же страницы комикса понимают, что люди в апокалипсисе страшнее «Ходячих мертвецов». Создатели сериала несколько отошли от комикса, введя в первых же сериях персонажа Дерила, простого реднака, который справляется с зомби с помощью арбалета. Он почти сразу же стал любимым героем сериала у большинства зрителей. Также смерти многих героев в комиксах не совпадают с сериальными. А у Рика до сих пор две руки. В целом, если человек умудряется просмотреть пару скучных сезонов в середине, первый и последний ему обязательно нравится. Так что вперед к выживанию среди зомби. И на первом месте у нас самый трендовый сериал последнего года, да и, наверное, и не только года. Сериал, о котором знают все, даже те, кто сериалы не смотрит. Я вот смотрел только во все тяжкие сериалов, и все равно я знаю про этот сериал. Просто Мария на первом месте. Классный классический мексиканский сериал. Ладно, это была шутка. На первом месте у нас богатые тоже плачут. Смотрим. На первом месте физрук. Ладно, все. На первом месте Игра престолов. Первое место! Игра престолов – это сериал, основанный на книгах Джорджа Мартина. Действие рассказывается от лица нескольких так называемых главных героев. Они живут в королевстве, поделенном на несколько частей. Большинством из земель управляет сидящий на железном троне правитель, но трон постоянно переходит от одного правителя к другому. За главенство борется несколько семей, каждая славится в своем. Несколько параллельных сюжетных линий, связанных между собой, убийство главных героев, нежить и драконы. Вот то, что делает этот сериал таким популярным. Почти каждая серия последнего сезона пестрила десятками мемов на Найнгаге и прочих ему подобных ресурсов. Автор книг, понимая, что далеко не первой молодости, видя, насколько сериал стал популярен, рассказал о своем видении концовки сценаристам, чтобы и при смерти Мартина была возможность закончить сериал. Кроме массовой истерии по престолам, есть и люди, постящие десятки картинок о том, что они единственные, кто его не смотрит, и очень этим гордятся. Хотя, по сути, теряют просмотр одного из лучших фэнтези-сериалов на уровне Властелина Колец. И вы смотрели самый народный топ в мире, топ-5, дай-5, и вел его я, ваш любимый, кого-то нелюбимый видеоблогер Ли Кей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео, вступайте в нашу группу во Вконтакте, ведь именно там вы сможете голосовать в топах. Вот она, дай-5 топ. Также можете следить за мной в Инстаграме, в Фейсбуке, во Вконтакте. Все ссылки есть в описании. Я пошел смотреть... не смотреть... сериалы. Баааааай! Я буду рад, словно человек, который не смотрел ни один из этих сериалов, и, значит, по сути, я смогу ощутить удовольствие первого просмотра еще в будущем. Если ты подпишешься на канал, а также посмотришь 10 актрис, которые не стесняются оголиться перед камерами, и 10 мифов о пользователях Ютуб. Субтитры сделал DimaTorzok